Салют! По просьбе, выраженной в комменте, меломанов, подписчиков, представляем песню «Звездное лето», 1978 год. Музыку написала Алла Борисовна Пугачёва, стихи, замечательный поэт-песенник Илья Резник. Песня была в мои-то годы, в моё детство, весьма популярной, да и сейчас её поют. Ну, может не так, как раньше, но тем не менее. Итак, песня «Родная тональность» АМ. АМ – это ля минор. Ну, я повторю кратенько сначала все аккорды, которые используются, и рекомендации по их зажатию, поскольку песня будут смотреть разборы начинающие, для них будет весьма сие полезно. Итак, АМ. На первом ладу указательным зажимаете вторую струну, на втором ладу безымянный и средний палец зажимают третью и четвёртую. При этом шестая струна в этом аккорде не играется. Вот это АМ. Именно так надо его зажимать, этот аккорд. Следующий аккорд, который используется – ДМ. Это наши блатные пока говорят, да? ДМ на первом ладу зажимается указательным первая сторона, на втором средним пальцем зажимается третья, и безымянным, заметьте, рекомендую не мизинцем, а безымянным на третьем ладу зажимать вторую. Играется четвёртый бас и три нижние. Вот так вот. Вот сейчас. Вот это чистый аккорд. Начальный. Да, изначальный. Д, М. Почему я сразу давайте попутно рекомендую именно такое зажатие? Потому что тогда вы мизинчиком можете при одной классной проходке брать, последовательно зажимать четвёртый, пятый и шестой басы. Сейчас я эту проходку покажу. Она используется, кстати, как мелодичный какой-то ряд во многих довольно-таки песнях, особенно в бардовских. Да и вообще и в эстрадных тоже. Вот смотрите. Вот эта проходка. Кстати, этот мелодийный ряд, вы уже на него основе там потом варьёшь. Можете какие-то свои мелодии, что-то добавлять. Вот такой, например. Ну и там варьировать интервалы, будут ещё другие мелодии. То есть мизинец, мизинец освобождённый. Он всегда лучше, чем освобождённый безымянный. Почему я и рекомендую аккорд ДМ зажимать так. Кстати, вы можете следовать другим рекомендациям. Есть другие учителя гитарные и прочие. Но я думаю, что настоящие проферы будут рекомендовать зажатие этого аккорда именно так. Так, далее значит АМ, ДМ. Следующий аккорд ЕМ. ЕМ это на втором ладу зажимается четвёртый и пятый бас. Четвёртая, пятая струна. Играется все. ЕМ известен тем, что в нём две открытые струны, первая и шестая, это и есть нота Ми. То есть Е. Нижняя и верхняя. Помните, да? Ми, Си, Соль, Ре, Ля, Ми. Классический строй гитары. Есть ещё другие стройы, там Open G и тогда. Но у нас 80% играет на классическом строе гитары. Поэтому я все разбору, всё у меня тут на классическом строе. Сразу попутно замечание. Так, ЕМ. Так, что следующее? Видите, я как уже научился, чтобы менее ныть и больше по делу. Далее в этой песне используется аккорд С. Это нота До. С без значка М это значит мажор. Значит, на С зажимается на первом ладу вторая. На втором четвёртая. И на третьем зажимается мизинцем. Рекомендую мизинцем. Зажимается пятая. Пятый бас. Почему? А потому что в аккорде С, как и в аккорде АМ, не играется шестой бас. То есть на Томи не играется. Поэтому вот этим вашим безымянным слегка зажали шаблону. И даже если будете медиатором, чем угодно бить, он же не будет глухой. Зато вот следующий, следующий, пятый зажатый низинцем, видите, он звучит звонко. А этот нет. А этот нет. Видите, даже если по всем бью. Вот это чистая нота С, да. Почему я так его рекомендую? Ну, кто-то рекомендует так. Ну, что ж, тогда надо аккуратненько, когда будете бить, чтобы не задевать, чтобы менее фальши было в звучании ноты до. Так, С, следующий аккорд, Ж, Ж, Соль, Соль, Мажор. Это безымянным на третьем ладу первое. На этом же третьем шестой бас. Нота Ми, да, если открытая Ми, шестой. Это средним пальцем. И на втором ладу пятый бас. Пятая струна. Вот так вот, вот видите, да, видно, вот я ближе. Первый, шестой и пятый. Вот это нота Соль. Все остальные между ними открытые струны играются. Все три струны. Открытая нота, да, на ее значение, ой, нота Соль-Ж на изначальном варианте. В эту ноту Соль-Ж на изначальном варианте вклинивается, если мы зажмем еще на третьем ладу вторую, это будет плюс Ре, да. Вот это Си, если зажать на третьем, это уже получается Ре, да. Дарри, сейчас я проверю еще, дабы не сфальшивить. Это вот такой есть приборчик, называется тюнер, да, он покажет. Правильно же Ре, ну. Да, Д, Д, да. Видите, я уже на слух эти ноты. Так, вот это вот, это получается, получается, вот эта нота, да, когда две зажаты к Соли, да, то есть еще к первой и второй, это получается не Ж7, а именно нота Ж плюс Д. Да. Если она будет тоже так, объемно, классно звучит. А что касается Ж7, давайте попутно уже. Она ставится, это Ж7, это Соль-Септаккорд. Это на первом ладу, ее здесь нет в этой песне, но я уже одно. Это на первом ладу первая струна. На втором. На втором это идет. Пятый бас. И на третьем, шестой. Вот это жесть. Классическое. Но его нет, не будем вдохляться в этой песне. Так. Что значит, Соль показал. Так, ну вот вроде все. Все. Итак, повторим просто в названии, какие аккорды здесь встречаются. Значит, АМ, ДМ, ЕМ. Да, ЕМ иногда будет там, представляете, и зажимать в Е, переходить это иногда там по мотиву, ну так буквально на полтона. Это вот тогда будет такой Е. И так далее, какие я называл. А, М, ДМ, ЕМ, С, Соль. Еще Соль будет на третьем, на третьем ладу, как вариант используется тоже в этой песне. Это на третьем баре, на четвертом третья, и на пятом пятая шестая зажимается. Вот так вот. Это круто играется все в трун-трун. Вот это нота Ж, Ж, Ж или Дж, только как Соль. Соль. Все вот, несложно, несложно. Значит, АМ добавляем, какие вариации аккорда АМ обыграются. АМ7, то есть когда во вступлении вы играете и отпускаете безымянный, или отпускаете указательный, добавляете, бывает, на третьем вот это уже мизинчик, это уже будет нота АМСУС там какой-то, да, С4, АМСУС-4. Ну, обычно мизинчик здесь не добавляют, а просто отпускаете АМ, АМ7, это получается вот этот мотив вступления. Запомнили. Я такой. Скороговорку рассказал, как это играется. А теперь мелодично. Давайте сыграем. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на не злоупотребляйте никогда в песне не злоупотребляйте приглушками но без них тоже нельзя поэтому они необходимы для того чтобы выразить мотив вот именно но не злоупотребляйте струны должны звучать это общая такая рекомендация и так сыграли мы вступление а м а а м д м е м и а м возвращайтесь два раза а м а м д м е м а м умножьте на два раза после этого приглушечка и пошла песня повторим про мили заметьте на Вся земля След от приглушки начали петь. Значит, здесь во вступлении единственное, вот эту паузу промести не забудьте. Прослушали там несколько раз Аллу Борисовну в оригинале, да, там припевкой подпевают. Изобразили это на гитаре точно так, как она. И после этого пошли петь. Вся земля Д. М. Дм. Земля. Дм. Теплом согрета. Рета А. М. Перестановка аккордов там, где ударный слог. Запомню, да, общую мою рекомендацию. Рета. И по ней. Останавливаемся, да. Я пока мету. Ней аккорд ДМ. Ней я бегу. Бегу. Бегу ЕМ. ЕМ. ЕМ изображаете. Это шестой бас и вместе с первым, поскольку и там, и там нота Ми. Бегу. Босиком. Босиком на ком АМ. Ударный слог. Я пою на Ю. ДМ. Без звезды ле-это. На ле-это А. М. Позвратили. Ле-это АМ переходит всегда в АМ. Э-э-э-сем. То есть отпусканием, чтобы красиво и правильно звучала мелодия, периодически отпускайте безымян. Лето светит мне На мне ДМ Ведь я премудрости как мелодичное звучание Красиво играть Никто нигде такого не увидите В разборах Мне ДМ Извиняюсь, да Ну на симор подам Мне ДМ Даже днем Днем, днем ЕМ Не забываем дергать Шестой и первой Днем, даже днем На днем опять ВМ И отпускаете периодически днем, я так хочу, переходим к припеву, незамедлительно, да, чу на хочу, чу, дм, чтобы лето не кончалось, кончалось, началось, а, м, чтобы оно за мною мчалось, намчалось опять, дм. На дм уже отпускайте периодически, чтобы красиво звучало на того, ну, указательных педах. Видите, как красиво, ну, просто, а еще пой потом покажу, почему оно так красиво звучит. Здесь не играет пятое-шетое, заметьте, в дм. За мною вслед, за мною, на вслед переходите опять в айф. Вслед, я так хочу, чтобы маленьким взрослым удивительные звезды... На взрослым заметили, да, я перешел, я уже забываю объяснять. А, м на взрослым перешли. Удивительные... Вот второй раз я уже рекомендую быстрее. Быстрее. Удивительные звезды, на удивительные дм, и на звезды опять дарили дм и свет ам. То есть, видоизменить. Ведь на самом деле это не так и есть. Просто, что быстро не все успевают переставлять. Но второй раз вы уже сможете это, и будет тогда красиво. Удивительные звезды дарили свет... На дариве дм и на свет ам. Лето. Лето ем. Ах, лето. Лето второй раз дм. Лето звездное. Звездное. Аккорд до новый появился. Тот, который у нас... Мы уже показывали, как он, да? Звездное. Звездное. И с акцентом, большим пальцем проводите по всем струнам, кроме шестой. Шестая заглушена. Видите, да? Без имен. Звездное. Звонче. Звонче уже все. Ж. Звонче. Звонче, как Борисовна. Звонче. Пой, пой. Пой опять нота. С. До. Лето. Лето. После этого лето ем. Опять первая и шестая вместе. Ах, лето. Второй раз лето дм. Лето звездное. Звездное ам. Будь. Будь ем. Это первая и шестая. Дергайте. Да, я ей больничать. Будь со мной. Мной ам. Со мной пропелли. И после этого незамедлительно, без паузы, идет пройгрыш, который мы и начинали вступление. На-на. Единственное, я тут варьирую, чтобы не повторять. Точно. На-на. На-на-на-на-на-на. Можете. На-на-на. Можете так чуть-чуть видоизменить, поскольку на-на-на. Это ж Борисовна тоже где-то меняла в разных концертах. На-на-на-на-на. на 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 основной мочи вот это На 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 Вы можете как и я то есть можете 2 раза в начале может и 1 раз как длинная это на ваш вкус и цвет вот ну вот такая вот песенка в принципе ничего сложного, очень мелодичная красивая, ностальгия по уходящему лет, сколько тут дней там стало да, золотой осени тоже прекрасная пора года унылая пора, очарование все, собираем урожай и наслаждаемся продолжаем наслаждаться жизнью и прекрасными песнями, что ж благодарю всех, не стесняемся если что-то надо объяснить, какую-то песню там попутно что-то рекомендовать как красиво сыграть я всегда рад в заключение вот этот бой давайте, да, бой, который поскольку много начинающих, каждый свой какой-то бой у него, да в процессе, как он тренируется играть на гитаре, ну я предлагаю вот этот классический гитарный бой да, его надо освоить каждому гитаристу поэтому я на нем немножко в этой песне остановлюсь как-то выше так делаю, да, чтобы было видно именно как это делаю я значит, вот аккорд у меня здесь зажат АМ, неважно, да, какой любой там вот я АМ зажал смотрите, большой палец концентрируется в АМ, это пятый, шестой бас в аккорде ДМ, Д, это где не играются пятый, шестой басы концентрируется всегда большой палец на четвертом на четвертом басу ДМ, Е, это четвертый бас ну и, соответственно, вариация этих аккордов ДМ7, там, ДМ, и так далее вот, а на всех остальных это пятый, шестой бас вот я АМ зажал, значит, вот смотрите, вот бой это называется четверка если медиаторы не просто метут вот, если, представляем, вот так взял то медиатором это метут вот, у меня вместо медиатора ногти, да, допустим тогда вот я мету вверх-вниз, вверх-вниз, да это четверка, но, если пальцем оно красивее и мы подметаем ну и, смотрите, вот вот это оно то есть мы дернули бас причем пятый бас можно с первой струной но еще красивее звучит заметили, да, медленно заметили, да, как то есть эта техника у вас она выработается сама по себе этого основного гитарного боя четверка цо его используем только пальцами он, кстати, так играл, да, там, допустим восьмоклассница то есть я к чему? к тому, что вот эти пальцы, да, вот это вот сочетание большого или толстого, я называю, и указательного он у вас выработается само собой в процессе тренировок игре главное посмотреть рекомендации, как вот те, кто уже этим овладел играет долго вот, я вернул это все, да соответственно, вы в ЕМ будете всегда вместе дергать первое и, поскольку первое первое и шестое, это ми, да, открытые будете две всегда дергать оно будет более объемно звучать то есть вот, вот этот вот бой пальцами четверка вы научитесь, если вы его осилите там через какое-то время вы заметите открытие, сделайте для себя и будьте благодарны Паше который, тот, кто забрел на сей канал и увидел такие вот уроки гитары Цой был самоучкой наш гений я самоучка, многие самоучки я ни себя не сравниваю, ни с кем, каждый индивидуальный но без этого никак, кто-то берет уроки там у других каких-то гитаристов и прочих, да мы, любители, профи мы можем играть лучше, чем профи даже мы такую вот предлагаем технику боя игры на гитаре кто-то предпочитает какие-то другие финтифлюшки и прочее но это, есть фингерстайлы есть еще, кстати, вот когда вы этим вот четверкой, которую я предлагаю овладеете, вы сможете и просто вот эти вот вот риффы всякие вот играть тоже там можно вот, когда вы зажмете вот этот толстый палец большой, да, и указательный, и тогда допустим вы сможете стучать как бы без медиатора но для этого ногти отрасить риффы всякие там то есть это все придет это, но если вы это овладеете вот этим основным бомбом и соответственно его вариациями шестерка шестерка, она значит упор принятый, вот он, смотрите, переходите сразу то есть упор вверх, когда снизу вверх дергаете, вот уже что, перешли с четверки в шестерку два основных боя ну, дальше там восьмерки и прочее, уже другие бои, они уже так, они старостепенные но вот четверка-шестерка это 80% всех песен ну, если не считаете, что там шипки, там перебор и так далее вот в этой песне я показал этот бой, который один из основных можно перейти переходите легко в шестерку вот я чередую четверку шестерку ну, похоже, объяснил же, уже заколебал многих ну, уже извините I'm sorry, so sorry извините, но я думаю, тот, кто меня попросил, будет рад и рекомендует своим друзьям, знакомым что ж, thank you very much, всего наилучшего bye-bye субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok